Где-то в 6.30, в 6.40 парижскому, в зимнее утро до скрипа промёрзшие, некий мужчина ничем не особенный пристальным взором следил за прохожими. Мысли и чувства, надежды и горечи, радость и гнев устремились по улице. Скучно, привычно и слишком обыденно, думает он и насмешливо щурится. Стоит развлечься, и вдруг улыбается, взглядом отметив бездомного пьяницу. С этой минуты до самой полуночи пусть все мечты у тебя исполняются. И у тебя, добавляет с иронии, глядя на девушку с длинными косами, та поскользнувшись, едва не расплакалась, вновь не успев за проклятым автобусом. И у тебя, выбирает последнего хмурого парня, как первого встречного. Некий мужчина уходит задумчивый, бросив с улыбкой. Увидимся вечером. Вечер настал для кого-то заранее, ровно в 2.30 парижскому времени. Мертвым был найден сегодня на улице пьяный бродяга, без рода и племени. Слишком сильна была жажда бездомного, слишком щедры оказались прохожие. Горсти монет зазвенели бутылками, пить не напиться. До сердца изношено. «Вот бы одной мне пожить пару месяцев», думала девушка с длинными косами. «С братом не нужно таскаться до садика, с предками спорить до хриплого голоса». Ей позвонят из больницы в полтретива. Сухо спросив, «Это лиги-то Шаврине?» Вы же семья угодила в аварию. Живы, но в очень плохом состоянии. Парень бродил по району затравленный. «Где бы на дозу достать еще зелени? Вот бы попался мне кто-нибудь немощный, чтобы не тратить ни силы, ни времени». Смотрит, старуха куда-то торопится. «Вот так удача!» Аж сбилось дыхание. Он к ней навстречу и выхватил сумочку. Только вернулся, услышав рыдание. «Что же за горе? За что мне на старости? Доченька с мужем практически при смерти. Маленький Кристопс не выжил в аварии. Как же все это мне с лиги-то и вынести?» Парень молчал, точно горло раздавлено. Ужас и стыд удержали от пропасти. «Надо бежать, потерялось в сознании. Пусть ее близкие выживут, Господи!» Полночь пришла, обозначив созвездие. Месяц белеет цветами акации. Некий мужчина ничем не особенным молча шагает за парнем на станцию. «Так не бывает», — сказал ему юноша. «Я уже год на иголке. Не верите?» «Ты меня видишь?» «А значит, сработало. Видят лишь те, кто способен пожертвовать». Парень смеется. «Как много вы выпили?» «В баре твердили, что люди те выживут. Здесь приплели моей наркозависимость. Корчите джина какого-то книжного. Хватит тащиться за мной с этой глупостью. Вам на ТВ генерировать новости!» «Воля твоя», — незнакомец прищурился. «Снова увидишь меня? Не здоровайся». Стихотворение Дикона